Всем привет, мои дорогие! Я собралась позагорать. Вот такая я мадам Брушкина сегодня в шляпе. Мне так нравится этот подъезд, такие яркие моменты. А кадры получаются. Иду загорать. Моего Ашкыма долго приходится ждать, поэтому я его не жду. Сама устраиваю себе праздники. Но не может он вставать рано. Было время, когда он работал. Помню, будила его в половине шестого, бежал на работу. Сейчас не может он, не может. Ложиться рано, не может. Ляжет, засыпает, крутится. Вот мы с ним живем в разных полюсах. Ничего страшного, друзья. Я прекрасно провожу сама, само время. Вот сейчас позвоню одной подружке, второй. Может, поддержит меня и все. У меня сегодня голос пропал, потому что я вчера очень много общалась с моими девочками. Сначала с Настей у меня было в гостях. Не знаю, показывала или нет, уже не помню. И потом еще Татьяна из Санкт-Петербурга. Три часа мы с ней разговаривали. День общения был. Мне надо пойти, подзарядиться энергией, расслабиться. Такие вот дела, мои дорогие. Иду кайфовать, и наслаждаться жизнью. Это именно чисто позагорать. Лицо помазать. Я очень довольна этим кремом, который приобрела. Во-первых, у меня лицо не загорает. У меня раньше была такая пигментация вокруг носогубной складки, вокруг рта. И так некрасиво было, как будто усы были. А сейчас в этом году, смотрю, нету. Так что пользуйтесь, да. И все-таки с возрастом солнце вредно. Особенно сейчас. Я иду. Половина десятого. Поздно. Но на часик пойду, скупнусь и уйду. Та-да-да-да. Вся правда, мерь синее море. Вот смотрите. К десяти какая появляется грязь. Что именно здесь? Шкурка от... Шкурка от кукурузы или от чего-то? Ну, вы смотрите сами. Что там? Что там плавает? Вот я могу рассказать. А-а-а. Апельсиновая шкурка. Апельсиновая шкурка плавает. Какашек нет, друзья мои. Пена такая. Пена. Ну, ничего. Может, там зато дальше шикарное море. Та-ра-та-та-ра-та-ра. И вот я лежу. Взяла шезлонг. В воскресенье можно позволить себе чуть-чуть побольше побыть здесь. Неправильно? И насладиться красотой. Ехать у меня на большое расстояние нету времени. А вот так вот часик-два полежать, покайфовать можно в воскресенье. Позвонила подружке, если придет, придет. Нет. Соберусь и пойду. Вообще вот так вот, друзья мои. 20 лир стоит один шезлонг в воскресенье. Удачного мне выходного. На шезлонгах никого нет, кроме меня. Может, они попозже приходят? Особенный пляж. Я спросила ее, говорю, а туалет почему у вас закрыт? Когда, говорит, вы захотите, скажите нам, мы вам откроем. Окей. Ну, вода для всех бесплатна, душ. А туалеты закрывают. Ну, это, с одной стороны, хорошо, всегда будет чисто. Вот так вот, мои дорогие. Буду набираться энергии от моря, от солнца, от песка. Жили мы спокойно, не тужили. Я тут занималась обедом, так как мы вечером хотим пойти в гости. И я готовлю пирожки с картошкой, чтобы угостить. Наталью, вы знаете, из Украины, мои, наши, не то, что гости, а уже жители Мерсина. И вдруг мне на телефон приходит такое сообщение, оповещение о каком-то предстоящем катаклизме. Это может быть или наводнение, или землетрясение. Но все равно в голову приходит землетрясение. И оно приходит за 2-3 минуты. Я подумала, что это же, я что-то ошиблась, не туда вожала. Я выключила. И продолжаю своими делами заниматься. И вдруг тут мой муж бежит и говорит мне, Светлана, и вдруг Ашкэм тоже приходит мне с этим сообщением и показывает, что-то сейчас произойдет. Я вообще такой человек, который умеет держать себя в любой ситуации. Но тут я запаниковала, так как у него увидела страх в глазах. так я взяла свои документы, быстро кошелек, где у меня все мои документы, встала здесь под дверь, его тащу с собой, выключила газ. Постояли мы там две-три минуты и успокоились, разошлись по местам. И вдруг приходит это оповещение во второй раз. Но, естественно, тут уже не до шуток. И он решил мы спустились вниз. Я собрала сумку, взяла Wi-Fi, кошелек, ключи, уже побольше сумку такую. Переоделась в нормальном сарафане, чтобы быть там. И спустились, в лифте тоже боялись. Какое-то движение у нас было. Мы же не знали, из-за чего это могло произойти. О чем хотели нас предостеречь? И, мои дорогие, да сейчас я вспоминаю и рассказываю вам смешно. А внутри еще страшок. Есть страшок. Голос у меня такой, потому что я вчера везде разговаривала. Разговаривала о своем бизнесе. Извините, простите меня. И вот, друзья мои, мы собрались с Ашкемом, спускаемся в лифте, выходим на улицу, а там сидит какой-то мужчина. Мужа сразу вопрос. И ты тоже, мол, знаешь? Он говорит, о чем? Ну, вот так и так. Ну, не смеялся, пожилой. Смотрим, никого нет, кроме нас. И смешно. И вдруг я смотрю в Инстаграме группы Мерсин, в Мерсине, помещение, что предупреждают, а порылись там сильно в ветре, оставайтесь дома, не ходите на море. Ой, сразу стало легко. Посидели, посмеялись и поднялись домой. И что я делаю? Я продолжаю свой ужин готовить заранее. Хочу клеить. Тесто у меня там размораживается, дрожжевое. И хочу приготовить пирожки с картошкой. Духовки запечь. Вот такие вот дела у нас, мои дорогие. Просто смех и грех. Здесь я лук пережариваю. Не смотрите на мою плитку, но, естественно, тут ветер такой был, вот пришлось закрыть даже все окна. Ну и когда готовишь, конечно, будет. А тут картошечка варится. А здесь, посмотрите, какой приготовила овощной супчик из кабачка. Видите или нет, я вам покажу. Так, блендера нет, поэтому ой, какой красивый овощной. Смотрите, что творится там. Все зонты позакрывали. Вот этот ветерок у нас. Что я затеяла сегодня? Мои красивые пирожки с картошкой. Так, вот наш сегодняшний ужин. Не знаю, как поест мой муж. Не про блендированный суп, так как блендер испортился. Соте. Почему-то грибы в этот раз черные, не пойму я. Не белые грибы, а черные. Приятного нам аппетита. А здесь пирожки. пирожки, которые я понесу для гостей. Идем к нашим друзьям Наталье и Владимиру. Несу пирожки с картошкой и чай. Как на улице прохладно, я сегодня сгорела. У меня все тело красное. Не дотронутся кожи, пришлось одеть вот такой палахон, чтобы не чувствовать. Это вот такие вот дела. Привет, друзья мои. Сегодня понедельник. Мы только что вернулись с мужем. Значит, вот смотрите, сегодня мы потратили на базаре 175 лир. 175 лир. Я покажу, что, да, базар мне понравился. Цены на фрукты спали. теперь приступим к распаковке, да. Что меня порадовало? Баклажаны по 6 лир килограмм. Нормальные баклажаны, если по 10, можно и по 6 найти. так, на нектарин и персики, яблоки. Цена упала, 10 лир. Машка взял 2 яблочка и вот остальное. Вот такой нектарин я сейчас кушаю. Персики, друзья мои, ой, вкусняшка какая. Моё любимое пришло. Обожаю нектарин. Черешню 15 лир. И за 13 тоже можно купить. Конечно, и за 20 тоже есть, но радует то, что цена падает. Вот такая вот черешенка 15 лир килограмм. Так, для обеда можно купить помидоры по 2,5 лиры. Вы меня извините за голос, я два дня презентую свой бизнес активно разговариваю, поэтому голос сел. Смотрите, какие нормальные помидоры, за 2,5 лиры. И для еды можно и за 6, но я всё время вспоминаю свои кедские помидоры, называются у нас в Грузии, кеденские. Они вот такие вот, а это четынкая, из четынкая такие же. Кстати, можно, знаете, что сделать? Семена взять и посадить их. Вот это я сделаю, если не забуду. Они по 7 лир, и по 6 тоже можно найти. Лук, лук по 6 лир килограмм, лук по 6 лир килограмм. Ну, что сейчас вам буду показывать? Лук есть лук. Лимоны 4 лиры килограмма, огурцы вот такие хорошие, по 5 лир и по 6 есть. Болгарский перец набрала разного-разного. 10 лир килограмм. Видите, тут разного вида. Вот такой вот сладкий, вот такой вот, и, 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 и вот такой. Видите, разные. Здесь 10 лир килограмм. Пучок зелени по 3 лиры. Это шпинат, как вы помните мне говорили. Нет. Испанак щавель, щавель. Щавель, уже не могу его, рока. Рока. Что-то мне трясет сейчас, не знаю, почему. Петрушка. Вот то, что я нормально не поела сегодня. Прямо все трясет. Смотрите, такой пучок мяты. Обалденная мята. Буду сушить. Мой муж, как не любит мяту, все, сейчас на полу валяется. Только убрала бы. И еще, и все. Больше ничего. Оказалось, так много. Не знаю, смогу ли я поднять сейчас арбут, что-то мне неважно себя чувствую. Арбузы. Лучше я его не буду поднимать, а то упаду. Так покажу. Арбузы есть и по три с половиной, и по четыре, но мой муж взял отборный. Они гарантируют сладость по пять лир килограмм. вот такой вот у меня муж все отборное хочет. Вот и все сегодняшние покупки на 175 лир. А я помню, год назад или два даже, год назад можно было купить на 50-60 лир. Вот это вот все. Ну, время идет, цены поднимаются. К сожалению, такое происходит во всем мире. Все увеличилось три раза. Ну что, мои дорогие, возьму что-нибудь покушаю, потому что что-то себе неважно чувствую, аж трясется. Наконец-то я все разложила в холодильник. Еле закрыла холодильник. Так всего много у нас. Что произошло с этим арбузом, целая история. Сейчас я вам расскажу. Я его порезала и смотрю, вернее не я, а мой муж. И отрезали попку. Смотрим, он какой-то бледный. Я чуть-чуть попробовала, а он какой-то неспелый. и, кажется, прокисший. 50 лир по самой дорогой взяли. Ну, и Ашкем сказал, я пойду, говорит, его поменяю. Говорит, давай, давай, иди. Пошел он, поменял, напал на него, и тот выдал ему такой сладкий, красивый. Вы видите, сколько я поела. Больше, естественно, мне ничего не влезет. Вот так вот даже арбузы за пять могут быть кислыми и не сладкими. Так что желательно разрезать эти арбузы на месте, чтобы вы, если вы далеко живете, точно вы не вернетесь и не принесете его. Спасибо Богу и Селиной, что мы проживаем рядом с базаром и нам так легко все обменяли. что сегодня я решила приготовить на ужин. Так как мы два вечера кушали курицу, я решила сегодня приготовить ужин из баклажана. Но мой муж предупредил, посмотри сначала рецепт в Ютубе, чтобы получилось так, как по этому рецепту. еда называется турлу. Баклажаны, картофель, перец здесь болгарский. Смотрите, сейчас я это все потушила какое-то время. Сейчас я добавлю кипяченую воду горячую и оно будет продолжать вариться до готовности. Такое, как любит мой муж. Сейчас я расскажу, что сюда входит. Включу свет вам, чтобы было виднее. Когда включила подсветку, что-то не такой красивый вид, но он выглядит красиво, друзья мои, но не факт. Что сюда входит? Сначала нужно пожарить лук, одну луковицу большую, нарезать тоненькие такие болгарские перцы, турецкие такие, тоненькие продолговатые. Добавить также красный перчик для цвета. Все это должно тушиться. Сначала лук хорошо потушится, потом перец добавляете. Затем вы добавляете один большой помидор без шкуры и одну пол столовой ложки перцовой пасты томатной. Не перцовой. Затем это все мне тушилось. Пока все перетушилось, я добавила баклажаны. Баклажаны предварительно на 15-20 минут порезать кусочками и в подсоленной воде, чтобы они немножко полежали. Ну вот, промыла баклажаны, подстрою воды и добавила нашу еду. Чуть-чуть потушились, добавила один-два картофеля среднего размера. Потушилась она у меня все на медленном огне. Сейчас покажу на таком маленьком медленном огне. Видите, еле горит. И вот сейчас при вас я добавила кипяченую воду, петрушку в конце, чесночок еще добавлю, соль, черный перчик, у меня красного не было, забыли сегодня купить. кимьон добавили. Сейчас я его накрою, и будут готовиться до полного приготовления. Вот сегодня у нас такой будет ужин, это мое кофе, мне уже ничего не хочется. Такие классные купили сегодня помидоры, я вам показывала большие. Я сейчас достала из одной половины семена на салфеточку, они просушатся, и хочу посадить. Обожаю эти помидоры, они действительно очень сладкие. Но сегодня у меня ужина не будет, так как я налопалась арбуза, и фрукты обалденно сладкие были, черешни, все я поела, хотя сладости столько нельзя, сладких фруктов, но я сегодня решила такой сделать себе расслабон фруктовый, а завтра на зумбе буду прыгать, скакать, сжигать свои калории, калории наеденные. Вчера я ела пирожки с картофелем, ну, все ела подряд, что попадалось мне, все ела. Здесь у меня перемытая зелень уже, ну, еле разобралась, столько нужно времени, чтобы все это разобрать. Ну, и буду заканчивать на этом видео, приятного вам просмотра, спасибо за ваши лайки, комментарии, мои дорогие, стараюсь отвечать на них, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписался, и всего вам доброго, любимые мои зрители. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. субтитры, спасибо за спасибо за